Об этом дне жители Абазы не могли и мечтать. Их уникальный ленточный бор больше не будут сжечь, вырубать и замусоривать. По крайней мере, нарушителям будет что предъявить. Территория станет особо охраняемой. За ущерб выпишут солидные штрафы. К слову, Абазинский бор и раньше имел статус памятника природы, но всего 9 гектаров. С остальным массивом люди делали, что хотели. В итоге стало много свалок, белки изведены. А то, что раньше среди кедров и сосен росли венерины башмачки и жарки, осталось лишь в воспоминаниях. Берут свой бытовой мусор. Тут не только листья с участка. Здесь же мы видим поролон, грязь, бутылки. И вот таких выездов за день можно сделать 5-6. Если бы, конечно, не наша охрана, потому что мы периодически проезжаем по этой территории. Александр был в числе тех, кто забил тревогу. Бор с каждым годом превращается в свалку, и его нужно спасать. Он и еще несколько человек объединились в экологический десант и патрулируют лес. Мы организовываем сами, собираемся с семьями, с ребятишками, ходим по Бору, собираем мусор. Но в следующий год то же самое. Делаем замечания, кто при нас мусорит. Мы очень счастливы. И благодарим активистов, которые все это организовали. Мы будем поддерживать. Мусор оставляют не только на берегах реки, на окраине города, но и просто переносят мешки с отходами через дорогу ночью. Бор всего в нескольких метрах от дома. Поэтому те, кто понимают, что такое жить в шаговой доступности от леса, дышать каждый день целебным воздухом. Так ждут утверждения официального статуса, особо охраняемая территория и помощи властей. Незаконная рубка, любое замусоривание, любое нарушение режима влечет административную ответственность. То есть там штрафы вполне внушительные. Будет работать инспекция, то есть охранно-рейдовые мероприятия в обязательном порядке будут осуществляться. Этому Бору абазинцы обязаны не только за природную красоту, всевозможные дикоросы, ягоды, грибы, орехи, травы. Но и за спасенные жизни 12 лет назад, во время ледохода. В апреле пошел ледоход неожиданно, просто цельными льдинами, двух-трехметровыми, просто сносили все на своем пути. Если бы не Бор, который принял на себя всю силу этого удара, практически весь поселок ГРП, Затон, этот район был бы снесен с лица Абазы. Присвоят ли абазинскому Бору особый статус, станет известно через несколько месяцев. Пакет документов сейчас на рассмотрении в Москве, но это уже больше формальность, уверены инициаторы. Событие по увеличению охраны территории стало главным подарком к юбилею. 15 сентября Таежному городу исполнилось 50. Теперь активисты строят планы, где поставят шлагбаумы, разобьют зоны отдыха. Мечтают даже о танцплощадке и фонтане, как это было 40 лет назад. Мария Добренина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия. Продолжение следует...